Источником вдохновения при создании сериала послужили исторические события. Как тебя зовут? Садыка. Ты приняла ислам? Валиде Султан дала мне это имя. Аллах позволил мне быть мусульманкой. Хорошо. Откуда ты родом? Откуда ты? Я с реки Саввы. Что вблизи Дуная. Венгерка? Нет. Болгарка. Так красиво. Тебе нравится, Хюрем? Нравится. Очень красивый дворец. Но работы тут даже больше, чем я полагала, Хатидже. При том, что мы немедленно начнем, ремонт продлится месяцы. Мне кажется, здесь не нужны большие переделки. Да, ты согласна переехать в новый дом хоть сегодня. Однако дворец должен соответствовать твоему статусу. Здесь должна царить радость, Хатидже Султан. Ведь тут на свет появятся ваши дети, иншалла. Иншалла. На этой стене прикажите нарисовать много цветов. Глядя на нее, вы будете видеть райские сады. Валиде Султан не особенно жалует Хюрем Хатун. Странно, что она не вас, а ее взяла с собой посмотреть дворец. Она словно колдунья. Что бы с ней ни случилось, отводит любую беду. Что делать? Ей во всем везет. Валиде Султан любит и поддерживает вас, госпожа. Она никогда не обидит вас. Меня может спасти лишь любовь Султана. Валиде Султан Халид Эргенч, Небахат Чехре, Мирьем Узерли, Окан Ялабык, Нур Айсан, Сельма Эргеч, Сема Кичин. Чик Карабель, Фелис Ахмед, Селим Байрактар, Саадет Эшил Аксой, Нихан Бюкаач, Бурджу Туна, Селена Стюрк и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Художник Нилюфер Геритляглу". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Композиторы Фахир Атакагу, Санер Акалын, Айтекин Адаш. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автор сценария Мирал Бокай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссеры Ягмур Тайланд и Дуру Тайланд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Великолепный век". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что там случилось? Из-за чего шум? Повелитель в большой спешке вышел, Паша. Продолжение следует... Продолжение следует... Он художник. Ему поручено расписывать стены, госпожа. Не поднимай головы и ну-ка, пошли ступай. Продолжение следует... Что такое? Он упал в воду, Повелитель. Беду удалось отвести. Мехмед... Мехмед... Шах Заде мой... Ну всё... Успокойся... А где при этом были все вы? Почему не следите за моими наследниками? Они рядом были, Повелитель. Они рядом были, Повелитель. Это случилось в один миг. Махидоран Султан сразу же бросилось его спасать. Оденьте его. Чтоб не захворал. Папа! Сынок! Мустафа! Ну всё, успокойся. Всё хорошо. Аллах да не оставит тебя, Махидоран. Повелитель! Повелитель! Аллах благослови! Всё обошлось. Отец, скорее пойдём к моему брату. Он очень испугался. Хорошо, Мустафа. Идём. Ты очень переживаешь за Мехмета? Да. Махидоран. Махидоран! Мустафа хочет пойти к брату. Идём с нами. Махидоран. Скажи, кто эти женщины? Они члены семьи султана Сулеймана Хана, нашего повелителя. У нас запрещено глядеть на женщин и на членов султанской семьи. Они все живут здесь? А тебе что за дело? Ты сможешь расписать стены, как приказал великий визит? Конечно. Дорогу! Благодаря вашим советам, Валиде, тут будет истинный рай. Это твой дворец, Хатиджи, твоё гнездо. Всё здесь будет исполнено, как ты пожелаешь. Махидоран. Прошли. Можно повернуться. Когда ты собираешься приступить к работе? Я готов. Сейчас. Правда? Ну да. Ну тогда пойдём. Иди, 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 иди. Пока уложите шах Заде здесь. Отнесёте его в покой у матери позже. Госпожа, простите меня. Спасибо вам, что спасли его. Молчи. Аллах его уберёг. А не будешь следить за шах Заде, жизни лишу. Мустафа. Сынок дорогой, не печалься. Это ты помог брату. Ты крикнул, и мы увидели. Это мой сын. Мустафа всегда будет защищать младшего брата. Так ведь? Садыка, иди за мной, мы уходим. Султан сейчас вернётся. Зачем ему возвращаться? С какой стати? Он теперь сидит в гареме со своей семьёй. Я думала, что меня... О, Аллах, она о своём. Ты что, не понимаешь? Совсем ничего не соображаешь? А ну-ка, быстро пошла. Иди. Откройте. Ибрагим Паша. Иди, не стой. Ступайте. Что это такое? Что такое, Паша? Забыл, что я сказал? Я приказал, чтобы без моего ведома даже мышь не пробралась. Я собирался вам доложить, великий Паша, но не нашёл вас. Валиде Султан сказала мне подготовить Садыку Хатун для встречи с Султаном, нашим повелителем. Валиде Султан. Ну да. Что я мог поделать, когда приказ исходит от матери Султана, великий Паша? Иди. Иди! Приветствую вас, госпожа. Дай я Сюмбюлю найди побыстрее. Надо кое-что решить насчёт ремонта дворца Хатидже. И главного архитектора позови. Всё сделаю, госпожа, но у меня для вас неприятная весть. Что случилось? Шех Заде Мехмед во время прогулки упал в воду. Что? Наследник спасён. Всё обошлось, слава Аллаху, не беспокойтесь. Где сейчас мой внук? Махидевран Султан оставила его в своих покоях. Он у Махидевран? Госпожа спасла его из воды. Немедленно идём туда, быстро! Что такое, Садыка Хатун? И откуда ты такая нарядная? Ради кого всё это? Не у Султана ли ты была? Нашему Султану такая не нужна. Что ты сказала? А ну, тихо! Разойдитесь. Скажи-ка, и где же ты была? Это говорить нельзя. Как? Что это за новости? Кто мог тебе не позволить? Сём Бюляга приказал? Сынок, Мехмед! Как это произошло? Как обычно, я сегодня с Мустафой пошла в сад. Мехмед тоже гулял. Они играли спокойно. Рабыни стояли неподалёку. Следили за детьми. Видно, их что-то отвлекло. Тогда он и упал в воду. Но, к счастью, я успела. А Мустафа не испугался? Конечно, он напуган. Мустафа любит младшего брата Хюрем. Он очень переживает за него. Всё хорошо. Мустафа сейчас у Султана. Ты спасла моего сына. Благодарю тебя. Лейте свинец в воду от сглаза. У нас то и дело что-то случается. Мустафа. Валиде, с вашими внуками всё хорошо. Спасибо, Махидавран. Слава Аллаху. Повелитель, разрешите? Мы пойдём в свои покои. Госпожа. Аллах да благословит вас. Вы вернули мне сына. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уэссалям! Сембюлига. Может, ещё одну партию? Шекер, ага. Каждый побеждённый борец требует продолжения боя. Этот счёт за тобой. За сорок лет ты у меня только раз выиграл, а уже загордился. Как Аллаху будет угодно, а вдруг мне повезёт? У Аллаха у меня полно дел. Но, похоже, ты не отстанешь. Давай. Но если я выиграю, ты принесёшь мне к вечеру полный поднос пахлавы. Договорились. Начинаем. Сембюляга. Видишь, нет мне покоя. Без Сембюля никак. Что такое? Как что? Это надо у тебя спросить. Значит, садыку ты отводил к султану. О, наказание Аллаха. Я ей ведь ясно сказал, молчи. Нет, как соловей запела. Выходит, это правда. И моя догадка верна. Нигеркалфа. А ты не так проста, как кажешься. Вытащила из меня ответ. И что же произошло? Как это что? Как Валиде султан сказала, так я и устроил. Не у нас же им спрашивать разрешение. И раз садыка вошла в число фавориток, ее опять нужно на верхний этаж переселять? Да ничего подобного. Садыка с султаном не была. Шахзаде упал в воду, султан услышал и сразу же ушел. А.. Может она снова пойдет. И тогда начнется такое страшно сказать. Ради Аллаха заклинаю mauчи никому не проговорись. А особенно Хюремсултан. Вай. Она же способна этой бедняжке лицо изуродовать. А я буду за всё в ответе. У Мехмета жара нет. Всё хорошо. Мария. Ты ума лишилась? Как мой сын остался один? Мехримах надо было уложить. Я отлучилась ненадолго. Я сказала Гюльшах, что быстро вернусь. Ты доверила волку Ягнёнка. Сын был в опасности. Да не думай о плохом. Махидевран спасла твоего сына. Ладно, уложи Мехмета. Слава Аллаху Шихзаде, всё хорошо. Мне сказали, ты поблагодарила Махидевран Султан. Я очень рада. Раньше ты бы стала обвинять, что это она всё подстроила. Похоже, я вспоминаю, какой была прежде. Это нормально. Я учусь тут жить. Ты сама мне это говорила. То есть ты изменилась. Ни крика, ни ссор, никакой грубости. Точно. Я дала себе слово. Увидишь, что бы ни было, буду вести себя, как подобает госпоже. Что ж, посмотрим. Хочу кое-что рассказать. Что за новость? Садыка. Что произошло? Она тоже умерла? Это с чего же? Айше нашли здесь мёртвой. Её убийца до сих пор во дворце. Ты не боишься? Нет. Я о другом хотела сказать. Садыка сегодня была у Султана. Я ничего не понимаю. Садыка в покоях Султана сегодня не была? Она была, госпожа. Мы её подготовили и, как обычно, проводили. Но с наследниками в тот же час неожиданно случилась неприятность. Довольно. Не будем вспоминать об этом. Я поняла. Что мне прикажете сделать? Ещё раз Садыку подготовить? Нет. Теперь не стоит. Отправим её в другое, более подходящее время. Как только прикажете, госпожа. Подойди, Махидавра. Когда это было? Не нужно так волноваться. Это произошло, когда вы с Валиде Султан отправились в этот новый дворец. Кто приказ отдал? Сам Султан? Да нет. Валиде Султан распорядилась. Что ж, теперь я всё поняла. Значит, Валиде Султан специально меня увела. Ну и что же делать? Ничего. Она с Султаном не была. Когда из-за Шехзады начался переполох, её тут же отправили назад. Значит, всё, что они задумали, им не удалось? Не спеши радоваться. Уж если Валиде Султан что-то решил, она добьётся своего. Что они имеют против меня? Чем я им не угодила? Ведь я молчу. Подчиняюсь их приказам. А они пытаются меня унизить. Хюрем Султан, ты должна оставаться спокойной. И всегда вежливой. Махидевран, ты обиделась на меня за то, что я не взяла тебя с собой во дворец Хатидже? Нет, Валиде, разве я посмею? Я печалюсь о другом. Ты узнала, что Садыка была у Султана? Ты не представляешь, что я вынуждена преодолевать. Махидевран, я всеми силами стараюсь поддерживать определённый порядок в этом огромном гареме. Тебе было трудно, однако ты всё же научилась делить своего Султана? И хюрем научится. Иного пути нет. Уж так нас всех воспитывают в гареме Султана. Чего я только не испытала с моим покойным супругом. Падишах не должен принадлежать лишь тебе одной. Таков порядок. И не нам его менять. Ибрагим Паша так и не вышел на балкон? Я очень скучаю по нему. В тот день, когда приняли решение о нашей свадьбе, я почувствовала, будто он отдалился от меня. Я боюсь, что-то случится. Вдруг я проснусь и пойму, что это только сон. Госпожа, вы теперь помолвлены, а что это значит? Вы можете видеться с женихом. Ну вот, пусть улыбка не уходит с вашего лица. Успокойтесь, наконец. Кто этот художник? Он не здешний повелитель. Его зовут Лука. Он из Крыма. Матракчи встретил его на рынке, потом они подружились. Кажется, он еще и торговец. Разве художник должен заниматься торговлей? Не уверен. Говорят, он хорошо писал иконы для церквей. С вашего позволения, он сделает несколько росписей для дворца, которые вы нам даровали. Это твой дворец, Ибрагим, так что делай, что хочешь. Только осмотритель не выбирай рисунки, чтобы наш главный мух не потерял сон. У Зимбели настолько острый глаз, повелитель. Сам не разглядит, найдутся те, кто ему расскажет. Государь, Хюрем, султан, пожаловали. Пусть войдет. Позвольте удалиться. Ибрагим, Паша. Ибрагим, Паша. Сегодня я видела ваш дворец. Очень красивый. Я надеюсь, вы будете в нем счастливы. Благодарю. А вопреки всему, я буду счастлива здесь. Так ведь? Поздравляю с назначением на должность великого визиря Ибрагим, Паша. Благодарю вас за любезные визиты. Поздравления, господин посол. До нас дошли слухи, что вы женитесь на Хатидже Султан, прелестной сестре великого Султана. Поздравляю. С Перемехметом Пашой со временем стало все труднее находить общий язык. У нас были разные подходы в толковании мироустройства. Перемехмет Паша очень опытный и талантливый политик. Он служил во славу империи османов. Так что его имя следует упоминать с благодарностью и почтением. Господин посол, мои дружеские отношения с Венецией будут развиваться в том же ключе. Не беспокойтесь. Однако у меня к вам есть несколько вопросов. Я слушаю вас, Паша. Как Ватикан относится к идеям Лютера, которые он так старательно распространяет? Под вопрос ставится судьба церкви. Для меня неожиданность, что вы проявляете к этому такой интерес. Вы меня действительно очень удивили. Не надо удивляться. Нам суждено по одной земле ходить. Лютер хочет и материально, и морально ослабить церковь. Папа объявил Лютера еретиком и отправил в ссылку. Папа не учел того, что Лютер вернется к тому же он вернется решительнее и сильнее. Народ. Многие правители, конечно, захотят поддержать его. Церковь перестанет грабить народ, не станет искупления грехов за золото и никакой торговли местами в раю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Садыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разве ты теперь тут живешь? Переселили сегодня. Наверху живут фаворитки. А ведь я не фаворитка. Не грусти. Глядишь, и ты станешь наложницей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты оказалась во дворце? Кто помог? Ибрагим Паша привел меня в гарем. Теперь все ясно. Садыка. Ты что, прохлаждаешься? А ну-ка, принимайся за дело. Быстро! Госпожа, прошу, у вас есть пожелания? Сембюляга. Ты напрасно от меня бегаешь. А мои пожелания ты не сможешь исполнить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Селёнок не хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Султан Сулейман Хан Хазрет Лери! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие новости ты узнал о жизни неверных, Ибрагим Паша? Мы говорили о Мартине Лютере, повелитель. Он выступил против папы и осуждает церковь за отпущение грехов и продажу мест в раю. Кроме того, в настоящее время он переводит с латинского на немецкий книгу неверных, Библию. Ватикан отлучил Лютера от церкви, почуяв опасность. Стало ясно, что из рук ускользает доход, который их кормит, и они не могли допустить этого. Лютер, не моргнув глазом, прямо перед церкви сжёг приказ о своём отлучении. Так уж ли распространён латинский язык. А если же сделать перевод на тот язык, которым владеет весь народ, тогда возникнут вопросы, которые нежелательны для церкви. И, конечно, они не хотят лишиться власти. Султан, вы совершенно правы. Христианский мир в наши дни впервые переживает такой мощный раскол. Однако католическая церковь Ватикана не потеряет свои силы. Я услышал мнение посла. Карл V в армским эдиктом не убедил Лютера, что он намерен предпринять, чтобы убедить немцев. Немцы примут Карла V в качестве своего императора. Правда, не все немцы мыслят точно так же, как император. Ибрагим Паша, ты уже пригласил посла на свадьбу? Нет, повелитель. Ибрагим Паша скоро женится. Вы приглашены на свадьбу. Для меня эта часть непременно буду. Я передала записку. Ибрагим Паша сегодня придет за Мустафой в школу. Он будет вас ждать. Спасибо, Гюльфэм. Как же я расстанусь с тобой. Вот бы после свадьбы ты могла переехать со мной. Об этом можно только мечтать. Но мое место тут. Я не смогу поехать. Очень жаль. Я с Валиде поговорю. Бесполезно. Я принадлежу повелителю. Мы не можем изменить устоев. Не надо грустить. Ваш дворец неподалеку. Я часто стану вас навещать. Госпожа. Гюльфэм Хатун. Кажется, я помешала? Ну что ты, Хюрем. Присядь рядом. Что случилось? До свадьбы еще есть время. Но госпожа уже переживает из-за того, что нам предстоит расстаться. А ты не поедешь с ней в новый дворец? Это невозможно. Конечно, госпожа не будет совсем одна. Попросим Валиде султан. И Дайя наверняка подберет ловкую, смышленую помощницу. Я давно обрела спокойствие, Нигер. Чем чаще они будут на меня нападать, тем больше я буду отстраняться. Правильно. Но вот Садыка больше ни за что не зайдет в покой султана. Никогда. Но как же. Как ты помешаешь этому? Я сказала, больше не зайдет. Мне нужно от нее избавиться. Не заставляй меня пожалеть о том, что я рассказала тебе. Не бойся. Мне надо что-то придумать. Я уже придумала, кто будет хорошей помощницей. Кто? Есть одна славная девушка. В покоях Валиде султан. Валиде, судя по всему, ей довольна. И кто же это? Ее имя... Садыка. Ну, это та самая, которая спасла наследников из огня. А, верно. Валиде очень любит ее. Тем более, это Ибрагим Паша привел ее в гарем. Неужели? Сюмбюляга сказал. Но Валиде может не отпустить ее. Она к своей служанке привыкла. Как это не отпустит? Валиде исполнит просьбу любимой дочери. А Хюрем Султан права. Помню, дае Хатун хвалила эту девушку. Можно попытаться. Садыка. 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 Что изволите, госпожа? Ты в последние дни очень грустная. Скажи мне, что случилось? Ну, ничего, госпожа. Все хорошо. А может, это наши девушки в гареме тебя обижают? Все дело в том, что... Говори же, не бойся. Ага меня подготовил. Я была в покоях Султана. Я в чем-то провинилась, что меня назад отвели. Будь терпеливый. Главное, не теряй достоинства. Настанет день, и ты снова пойдешь к Султану. Мустафу забери сегодня из школы. И приведи его ко мне. Хорошо. Чем больше разногласий между неверными, тем лучше для Османской империи. Чтобы они не объединились, как и наши предки, сегодня мы будем использовать все виды политики. Как Лютер говорит, прежде чем турок окончательно победить, надо победить дьявола. Взять бич господней и оставить турок одних. В первую очередь, воевать надо с папой, с религиозными деятелями и епископами, а не объявлять войну туркам. Следи за развитием событий. При этом, дабы противостоять испанцам и папе, Лютеру и его сторонникам Германии надо оказать тайное содействие. Губернатор Египта, Ахмед Паша Хазретлири. Повелитель. Как твои дела, Ахмед Паша? В Египет как доедешь? Все приготовления окончательно завершены, Повелитель. Надеюсь, отправятся в путь не позже, чем завтра. Я пришел получить благословение. Желаю удачи, Ахмед Паша. Аллах да поможет тебе. Теперь за ситуацию в Египте ты лично отвечаешь. Поезжай и установи там мое правосудие. Можете не беспокоиться, государь. Ваше великое правосудие будет провозглашено. Наша казна также обогатится. Да не будет у вас сомнений, что я принесу выгоду государству. Ахмед Паша, вы знакомы с Кадизадем Эхмедом Эфенди? Знакомы. Хорошо, так как он тоже едет. В Египте он превосстанет главным помощником в управлении. Это ни к чему, Паша. У меня много подчиненных. Паша, сейчас необходимо введение нового законодательства. Мехмед Эфенди может с успехом вам в этом помочь. Повелитель. Кадизадем Эфенди, собирайся в дорогу. Ты сопровождаешь Ахмеда Пашу в Египет. Как прикажете, мой повелитель. Хорошо. Хорошо. Мехмед Эфензи Надеюсь, ты помнишь, о чем я тебе говорил? Ты описываешь все, что происходит в Египте и записи направляешь мне Все действия Ахмеда Паши, каждый его шаг мне особенно важны Но будь с ним начеку Не позволяй Паше делать того, что у тебя может вызывать сомнения Можете не беспокоиться, Паша Я прекрасно понимаю, для чего вы меня отправляете с ним Ни один шаг Ахмеда Паши не ускользнет от меня Я буду оповещать вас Надеюсь Счастливого пути Паша Простите, вас ожидают в ваших покоях Я зайду за наследником, а затем пойду в покои Госпожа, боли в желудке все никак не проходят? Ничего Я пью снадобье, что дала лекарь Наверное, я простудилась А еще меня замучила тошнота А может и неплохо, что вас мучает тошнота, госпожа А вдруг вы беременны? Что? Может, вы в положении? С чего это ты взяла? Иногда тошнит при отравлении Лучше послушайте меня, я эти дела чувствую Давайте позовем акушерку, пусть она вас осмотрит Перестань, Гюльшах Шербе ты стерна принеси, он точно мне поможет Госпожа Мустафа заканчивает Не входите Он сейчас выйдет Вы с Улидэ Султан были в новом дворце Вам понравилось? Да, очень Я смотрела и грезила о своем будущем Но, с другой стороны, я боюсь предаваться мечтам Что, если не сбудется? Я хочу в новом дворце устроить все так, чтобы вам там было хорошо Я с нетерпением жду дня, когда мы вместе войдем в наш дом Реальность настолько превосходит мои прежние мечты Что мне очень трудно в нее поверить Госпожа Паша Валидэ Султан приказала привезти Шахзаде к ней Не торопись Подожди в комнате Вместе пойдем Ибрагим Вы ее привели во дворец Да, моя госпожа Матракчина Сухофенди нашел девушку во время нашего родовского похода Я поручил ее Сюмбюляге И вроде не ошибся Это она наследников спасла из огня Валидэ полюбила ее Кажется, она не глупа и очень складная Я тут подумала, что если взять ее с собой в наш новый дворец служанкой Правильное решение, госпожа Я уверен, она будет предана вам служить Хадид же Султан согласилась? Кажется, я смогла ее убедить Может и получится А что, если Валидэ не позволит забрать Садыку? Я должна избавиться от этой женщины Если не так, надо найти другой способ Хюрем В Гареме сотни девушек Любая заменит Садыку Я не позволю быть Султаном никому из них Он только мой Когда же в тебе успокоится эта буря, Хюрем? Только когда я умру Таня Кто в fazem Его Zejm На Алла Вдруг кто увидит? Пусть видит. Всем известно, что ты моя невеста. Отец станет сердиться. Нам уже пора идти в церковь. А почему твой отец не может начать воскресную службу без тебя? Потому что тогда дочери священника будут судачить соседи. Мы успеем. Идём. Я прежде хочу тебе кое-что показать. Тебе понравится. Лука, пожалуйста, идём. Мама накажет меня. Завтра покажешь. Александра, ты меня любишь? Очень люблю. Очень, очень, очень. Лука! Да. На сухо, Фенди, не волнуйся. Краски почти готовы. Опять ты замечтался и, похоже, совсем забыл о красках. Нет, с тобой точно что-то происходит. А может, ты потерял голову? Как потерял? Ну, потерял. Это значит, что ты влюбился. Так, ясно. Я неосторожно тронул твою рану. А ты был влюблён? Эй, а что, по-твоему, у меня вместо сердца камень? Я влюблённого даже в темноте отличу. Я потерял её. Ещё и не могу отыскать. Она пропала. Это правильно пропала? Пропала это правильно. Пропала, а-а-а. Теперь мне всё ясно. Её ты искал, говорил, что она рабыня. Всё. Ибрагим Паша рисунки видел? Вот как. Всё понятно. Нам лучше сменить тему. Что ж, Паша видел, видел. Он доволен. Не хочешь ничего ему передать? Я сегодня его увижу. Да нет. Ладно. Этот цвет выбрал. Мне нравится. Хорошо. Садыка, оставь нас. Ступай к Мустафее и пригляди за ним. Итак, я слушаю тебя, Хатсиджа. Ты хочешь мне что-то сказать? Валиде. Я бы хотела заранее выбрать себе помощницу. Девушку из гарема нужно обучить. Дочка, ты права. Чтобы кого-то обучить, потребуется время. Признаться, я выбор сделала. Но необходимо ваше согласие. Ты можешь взять кого хочешь, Хатсиджа. Я рассчитываю на Садыку. Что-то давно не видно, Махидевран Султан. Говорят, она хворает. Что это за выдумки? Хюрем Султан ведь снова здесь. Из-за этого она и расхворалась. Бросьте болтать попусту. Махидевран Султан совершенно здорова. А если она беременна? Потому и отдыхает больше. Так это правда? Кто бы мог подумать, она беременна. Ещё один шех Заде появится. Хюрем Султан упадёт от такой вести. Хюрем Султан. Госпожа, шех Заде Мустафа играет, не беспокойтесь. Садыка, подойди ко мне. Что такое? Ты неплохо приглядываешь за Мустафой. Это тебе. Можешь надеть. Благодарю. Я очень люблю шех Заде Мустафу. Ты можешь удалиться. Гюльшах не видела? Я просила принести шербет. По терапии её. Я позже зайду, если ты занята. Нет, не уходите. Мехримах уже уснула. Можно я подержу? Какая милая у тебя малышка. Я вижу, она будет красавицей. И хорошо, если она будет такой же изящной, как вы. Похоже, я Валидео уговорила. Садыка со мной переедет. Это правда? Чудесная новость. Я за вас рада. Садыка Хатун, куда же ты спешишь? Не стоит так торопиться. И убери улыбку с лица. Забудь о покоях султана. А что такое? А то, что Валидео султан отправляет тебя во дворец Хатиджео султан. Ты будешь её помощницей? Ты что, недовольна? Ты должна радоваться Садыка. Хатиджео султан тебе одной оказала такую честь. Я не хочу уезжать. Я буду наложницей. И останусь во дворце с султаном. Пусты надежды и мечты. Ты не можешь оспаривать приказ. Ты не видишь своего счастья. Но что не делается, всё к лучшему. Вот так. Ладно, иди. Ступай, куда шла. Гюль-Нихаль, Хатидже только что была у меня. Садыка с ней поедет в новый дворец. Славно. Славно? Ты что, меня не услышала? Её тут уже не будет. Она уезжает. Хюрем. Можешь злиться, но мне придётся тебе сказать. Что такое? Махидевран Султан? Она, кажется, ребёнка ждёт. Как ты об этом узнала? При мне в гареме был разговор. И Гюль-Шах сказала это девушкам. Ох. Опять мне придётся спорить с судьбой. Говорят же, беда никогда не приходит одна. Да, понимаешь, она… Что? Говори. Я очень тоскую по Виктории, она даже мне снится. Она не Виктория, а Садыка. Я её полюбил, Виктория, и такой она и остаётся. На тебя моя надежда, Паша. Устрой свидание. Это очень сложно, Матракчи. Хочешь увидеться с ней во дворце? Как это возможно? За это тебя казнят. Нашёл, чем напугать. Я и готов умереть за любовь? Постой, куда ты спешишь? После моей свадьбы Садыка должна переехать в новый дворец. Тогда и увидитесь. Паша, клянусь, даже если бы ты подарил мне весь мир, я не был бы так счастлив. Позволь поцеловать твою руку. Стой, перестань. Я тебе говорю, что ты делаешь? Немедленно прекрати, вон охрана насторожилась. Ладно, я пошёл. Семья меня ждёт. Оставайся с миром. Бонжу Кага. Виктория, тихо. Подойди сюда, Виктория. Что случилось? Что случилось? Меня высылают из дворца. Но я попробую что-нибудь придумать. Сегодня вечером приходи сюда, и я передам тебе письмо. Хорошо, я понял. Мне надо сюда прийти, а ты будешь меня ждать. Ты с ума сошёл? Смотри, не опаздывай. Присядь, присядь. Махедевран, я тебя поздравляю. Почему же ты нам об этом не сказала? О чём не сказала, Валиде? Ты же беременна. Валиде, мне… Я так рада. Ещё один внук. Какое счастье. Я тебя поздравляю. И пусть Аллах лёгкие роды даст. Иншалла. Поздравляю вас, госпожа. Но ещё рано что-то говорить. Пусть акушерка подтвердит. Может, я и не беременна. Ты права. Мы ничего не скажем моему сыну, пока не будем уверены. Я пригласила акушерку. Завтра утром она придёт осмотреть вас. А есть ещё десерт? Ты и так много съела, Хюрем. Может, уже хватит? Гюль Нихаль, что же делать? Хочу сладкого. Ладно. Сходи к Махиде Вран. Узнай, как она. Я не могу оставить детей. Ведь и узнавать нечего. Если беременна, то беременна. Если у неё будет сын, она станет сильнее. И всю свою власть использует против меня. Меня отправляет с Хатидже Султан в новый дворец. Не надо беспокоиться. Аллах поможет мне дотянуться и до того дворца. Что ты делаешь? Перестань. Тут никого нет, не бойся. Говорю тебе, убери руки. Замолчи. Не то всем расскажу, кто ты такая. Тогда и ты со мной умрёшь. Я тебя не стану покрывать. И ты думаешь, кто-то поверит простой служанке? Хатидже, Гюль Фэм, мы уходим. Мехедевран, как следует отдохни. Глядишь, утром после осмотра акушерка принесёт нам радостную весть. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Валиде. Гюльшах? От тебя пошли эти слухи. Госпожа, простите. Ты хочешь опозорить меня перед всем дворцом? Я думала, Хюрем умрёт от зависти, когда услышит такую новость. А если ребёнка нет? Что тогда будет? Хюрем будет потешаться надо мной. Госпожа, можете не сомневаться, все признаки говорят… Убирайся! Я не желаю тебя больше видеть! Госпожа… Пошла вон! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрати! Отпусти! Не смей! Отпусти! Тихо! Отпусти! Тихо! Молчи! Тихо! 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 В такое позднее время она снова голодна. Тихо! Не гиркалфа мне сказала! Перепелки, сладости. Хюрем Хатун столько съела на этой неделе, что я мог бы весь гарем накормить. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Вздумал подсчитывать, сколько ест фаворитка султана? Да что ты, симбюляга. Только мы последнее время из сил выбились. Я и хотел... Что это такое? Откуда идут эти звуки? Похоже, это оттуда. Аллах, Аллах! Молчи, не раз за душу! Я не виновата! Он напал на меня! Помогите, прошу вас! Аллах! Скорее сюда, стража! Аллах, Аллах! Если Махидевран родит второго сына, в гареме все станет на своих местах, Аттеджи. Махидевран, похоже, не очень верит в свою беременность. В ее глазах нет надежды. Это ничего не значит. Она давно ходит грустно, и я все вижу. Ты думаешь, почему ее тошнит? Она беременна, не сомневайся. Дай бог. Завтра мы узнаем, Валиде. Заприте этого помешанного! Сюмбюрага! Сюмбюрага, выслушайте меня! Я ни в чем не виноват! Это она напала на меня! Молчать! Не надо мне врать, Банджук Ага! Разве это достойно мужчины? Уведите его, что вы стоите! Ага, Ага, клянусь, я не трогал ее! Стыдись! Станешь выкручиваться, будет хуже! Вот бедняжка! Дрожит, словно напуганная газель. Шакер, Ага, приготовь сироп несчастный. Бедняжка так расстроена. Идем же. Ага. Можно я не пойду в комнату девушек? Меня увидят в таком состоянии, а я не хочу. Хорошо. Ну тогда к Нигер-Калфе сейчас пойдем. Я думаю, она тебя приютит. И проявит забот. Идем. 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 О, пощади меня, Аллах! Не стыдно врываться среди ночи. Что могло случиться? Ты думаешь, зачем я пришел? Вот. Что это с ней? У нас неприятность. Садыка все расскажет. А мне с Ибрагимом Пашой нужно поговорить. Входи. Входи, не бойся. Ибрагим Паша, я должен вас побеспокоить. Что такое, Симбюляга? Произошло нечто такое, о чем вам следует знать. Не то я не потревожил бы вас. Что случилось? Стражник по имени Банжу Кага напал на Садыку Хатун. Слава Аллаху, я подоспел, а он посягал на ее женскую честь. Вот какой негодяй. В него точно дьявол вселился. Я оказался рядом и отправил злодея под замок. А начальника стражи оповестил. Вместо того, чтобы хорошенько охранять наложниц, ваш стражник, потеряв всякий стыд, покусился на честь одной из девушек. Как Садыка Хатун? Дрожит. Никак в себя не придет. Надеюсь, Нигер Калфа ее успокоит. Садыка у нее. Скажи Нигер Калфе, чтобы присматривала за Садыкой. Эта девушка переедет с Хатидже Султан в новый дворец. И предупреди всех, кто знает, чтобы молчали о случившемся. Паша. А Банжу Кага? Этого следовало ожидать. Банжук заглядывался на тебя. Но и ты должна быть осторожнее. Когда шатаешься по ночам, где не надо, такое и происходит. Откуда я могла знать, что Банжук такой плохой? Надо было знать. Я тебе давно говорила. Если бы Сумбюляга не успел, тебя бы не только изнасиловали, но еще и выбросили бы из дворца. И ты бы до конца жизни страдала. Наверное, меня накажут. Что со мной будет? Ты должна молиться. Валиде Султан узнает, тогда быть в беде. Не только Банжука. И тебя накажут. Ну все, не надо плакать. Вытри слезы и ложись. Тебе надо отдохнуть. А может, никто и не узнает. Спасибо тебе за все. Ты хорошая. Доброе утро, Повелитель. Доброе утро, Ибрагим. Сегодня такой ясный день. Давай поохотимся в лесу. Повелитель, мне тут необходимо разобраться кое с чем. Когда я решу все вопросы, с вашего позволения, с удовольствием присоединюсь. Присоединись, когда решишь все свои вопросы. Повелитель, у меня сейчас появилась одна мысль, но не знаю, что вы на это скажете. Говори, Ибрагим. Это зеркало так подчеркивает ваш царственный образ. Что если заказать ваш портрет для нового дворца? Помните, я вам говорил об одном художнике, Луке из Крыма? Я помню. Если вы позволите, то Лука напишет ваш портрет, а мы его повесим на достойное место. Когда-то мой предок, султан Мехмедхан, поручил известному итальянскому художнику Беллини и написать свой портрет. Что ж, я не против и готов позировать. Но у меня одно условие. Пусть он знает. Если мне не понравится, он будет казнен. Я уверен, Лука нас не подведет. Не волнуйтесь, повелитель. Субтитры создавал DimaTorzok Александра, именно здесь я своими руками построю для тебя чудесный дом. Я выбрал самые лучшие деревья в лесу. И пусть в доме будет несколько комнат. Одна для нас, потом еще одна для детей. И, конечно, рядом будет большой сад полный птиц. Много фруктовых деревьев. А сколько у нас будет детей? Очень, очень, очень много. Чем больше, тем лучше. Так, может, не будем ждать и начнем прямо сейчас? Александра. И где же ты? Лука и Фенди! Ты сегодня рано. Как идут дела? Хорошо. Как видишь, работаю. Молодец, молодец. Только смотри, не упади оттуда. Не бойся, я не ты. Не упаду. Ой, ты уже успел все про меня узнать, хитер. Это крыло? Это по твоей милости я вынуждена лгать. Мало мне было бед. Госпожа, я... Не желаю ничего слушать. Лучше молись, чтобы я твой язык не отрезала. Доброе утро, Валиде Султан. Надеюсь, оно действительно такое. Приступай. Скорее порадуй всех нас. Иншалла, Валиде Султан. Гюль-Нихаль. Гюль-Нихаль. Вставай. В покое Махидевран надо сходить. Узнай, может, акушерка уже была? Если что, так скажут. Дай немного поспать. Мне немедленно нужно все узнать. Это очень важно. Иди же. А Аллах да покарает тебя! Так крадется только хищник на охоте! Мне нужно вернуться. Валиде Султан меня ждет. Так одевайся и иди. Ты чего ждешь от меня? Мне очень страшно. Что мне делать? Когда ты спала, опять пришел Сюмбюль-Ага. Ибрагим-Паша поверил в твою невиновность. Никто не узнает о том, что с тобой случилось. Бунжук-Ага будет наказан? Стойте! Стойте, не надо! Подождите, мне есть что сказать! Она предательница! Изменница! Она хочет Султана-Султана! Говори поскорее. Так будет у меня внук? Мне жаль, госпожа. Она не беременна. Ты в этом уверен? Султана-Султана-Султана. Мне надо получить хорошую весть. Говори. Не знаю, смогу ли я тебя порадовать, но я узнала. Махидов Ран? Не беременна. Только не нужно огорчаться. Ты еще радишь ни одного, шахзаде. Ведь султан с тобой не расстанется. Да, наверное. Какое счастье, госпожа. Говорят, вы беременны. Я спешила поздравить. От всего сердца. Аллах да не оставит вас. Очень жаль, но Махидов Ран не беременна. Не будем об этом говорить. Это правда? Не нужно печалиться. Вы ведь так молоды. Еще родить ей не раз. Ты можешь меня научить этому? Тебя учить? Ты большой мастер. Нет. Миниатюра — одно дело, а это другое. Хорошо. Попробуем. Вот лишишься головы, и то не заметишь. Красиво. Очень красиво. Мне не терпится увидеть роспись полностью. Лука! У меня для тебя есть очень важное задание. Султан Сулейман разрешил написать его портрет. Такая честь предоставляется не каждому художнику. Тебе повезло. Матракчи, завтра утром Султан желает вас видеть во дворце. Ты меня пугаешь, Хюре. Для чего ты пошла ее поздравлять? Они хотят, чтобы я была с ними вежливой. Вот я и угождаю. Мне никогда уже не познать счастье. И я покорно следую своей судьбе. А разве мы можем идти против своей судьбы? Это никому не дано. Но надо жить с надеждой. Необходимо рожать детей, чтобы заслужить тут уважение. Нет, шах Заде, и мы не нужны. Для Султана искренняя любовь женщины не главная. Он наказал меня, госпожа. Ночью он ко мне не прикасается, даже не берет за руку. Детей у меня больше не будет. Махидеврану, прошу, молчи. Об этих отношениях открыто не говорят. Все правильно. Молчи и умри. Что ж, повинуюсь, госпожа. Молчи и умри. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, спаси Аллах, и ты собираешься все это съесть? А что, Мехмед тоже ест? Что такого? Я не могу остановиться. Очень люблю перепелок. Будешь продолжать в том же духе, у нас перепелов не останется. Когда ты была беременна, точно так же не могла насытиться. А сейчас ты не в положении? А может, это правда? Иди зови лекаря скорее. Ну, конечно. С чего это? Ну, мне же нужно выяснить. Может, и вправду счастье выпало. О, Аллах, да пошли мне терпения. А? О, Аллах! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну что? Вы беременны, госпожа Хорошая новость, Нигерка Алфа У меня скоро родится еще один наследник Хорошая новость Очень красивый дворец. Цвета такие нежные. Это верно. Да, Лука, пока ты не знаешь всех наших правил, когда султан придет, делает все так же, как и мы. Хорошо, постараюсь. Ага, постарайся. На следующей неделе пусть и Махидевран посетит твой новый дворец. Нужно выбрать для стены интерьера спокойные цвета. На второй этаж нужно поставить несколько диванов. Валиде, султан. Подойди, Хорем. Мы обсуждаем интерьер нового дворца Хатиджи. Ты тоже скажи, что думаешь. Мне надо сообщить. У меня есть новость для вас, но... Так скажи... Я с благой вестью, госпожа. Вчера вы огорчились, что не будет внука. Но сегодня печаль оставит вас. Я беременна. Повелитель. Художник Лука здесь. Он ждет вашей аудиенции в саду. Вечно ты что-то выдумываешь, Еврагим. Госпожа, вам нехорошо. Отойди, не прикасайся ко мне. Госпожа, простите... Иди подержи эту змею, Хюрем. О ней забудься. Госпожа, подумайте о сыне. Думаю, нужно оповестить султана об этом радостном событии, Валиде. Если позволите, я скажу ему. Конечно. Поделись этой радостью с моим сыном. Однако теперь мы избежим разговоров о том, что у тебя родится мальчик. Аллах за нас все решает. Ты знаешь, Хюрем. Молись только, чтобы ребенок родился здоровым. Я следую вашим советам. Хатиджи Султан, со мной пойти не желаете? Госпожа нам позволит? Идем. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазред Лерий! Опусти голову, султан идет. Сюда, сюда. Поворачиваются только, когда женщины из семьи султана идут. К падишаху не стоят спиной, за это казнят. Поклонись. Повелитель, позвольте вам представить Луку, художника из Крыма. Очень хорошо, Лука. Моя мать, Хавса Султан, тоже из Крыма. Мы любим уроженцев тех мест. Говорят, у тебя талант. Что ж, посмотрим, насколько это соответствует истине. Ибрагим Паша тоже здесь. Заодно его увидите. До свадьбы еще несколько месяцев. Трудно ждать, правда? Правда. Но мы уже так долго ждали. Осталось еще немного. Мои госпожи. Повелители Ибрагим Паша пошли прогуляться в сад. Пойдем и мы к ним? М? Нужно сообщить султану добрую весть. Как интересно. Со мной не поделитесь, госпожа? Госпожа, вам плохо? Вы так быстро вернулись. Госпожа, ну я прошу вас, что произошло? Я вижу, что вам не здоровится. Это повторилось, Гюльшах. Все опять началось. Юрем снова беременна. Ну и плодовитая эта змея. Госпожа. Позвольте, я готова убить Хьюрама. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, Падишаха. Не волнуйся. Можешь делать все, что нужно для работы. Говори. Спасибо. Надо голову левее, правое плечо вперед. Вот так, хорошо. Ибрагим, ты ведь предупредил, что я казню его, если останусь недоволен портретом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Режиссеры Ягмур Тайлан и Дурул Тайлан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok